Позвольте мне быть откровенным, я вам не понравлюсь. Господа будут завидовать, а дамы испытают отвращение. Я вам сразу не понравлюсь, и со временем неприязнь только усилится. Дамы, внимание, я всегда готов. И это не хвастовство, и нечестное мнение. Это твердокаменный медицинский факт. Понимаете, я сплю со всеми подряд. А вы будете смотреть на это и вздыхать. Не вздыхайте. Уж лучше вам наблюдать за мной и делать выводы на расстоянии, чем если бы я полез к вам под юбки. Господа, не расстраивайтесь. Я всегда готов и к этому тоже. Так что предупреждение касается и вас. Придержите свои жалкие эрекции, пока я не договорю. Но позже, когда вы будете заниматься сексом, а вы обязательно будете заниматься сексом, я возлагаю на вас надежды. И мне будет известно, если вы их не оправдаете. Я хочу, чтобы мой человекоподобный образ засел у вас в паху. Прочувствуйте, каково было мне, каково мне сейчас, и задумайтесь. Ощущал ли он тот же трепет? Может быть, он познал что-то более сильное? Или мы все бьемся головой о стену в этот сияющий триумфальный миг? Все. Вот и весь мой пролог. Никаких стихов, никаких заверений благопрестойности. Надеюсь, вы этого и не ждали. Я Джон Уиллмут, второй граф Рочестер. И я не желаю вам понравиться. Вот он лежит. Наконец-то. Человек, уверовавший на смертном одре. Правильный развратник. Разве я мог жить в полсилы? Дайте мне вина, я выпью все до капли и запущу пустую бутылку миру в лицо. Покажите мне, Господа Иисуса, в муках. И я влезу на крест и вытащу гвозди из его ладоней, чтобы вонзить их в свои. Я покидаю этот мир, еле волоча ноги. Пролитое вино еще не просохло на раскрытой Библии. Я смотрю на булавочную головку и вижу пляшущих ангелов. Что ж. Теперь я вам нравлюсь? Теперь я вам нравлюсь? Теперь я вам нравлюсь? Теперь я вам нравлюсь? КОНЕЦ 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 КОНЕЦ